Всем привет! Ребят, с вами иммиграт Тадеуш и Кирилл, но он там с другой стороны камеры. В сегодняшний солнечный денек мы вам хотим рассказать о том, как один английский джентльмен прочитал утопическую книгу и решил построить утопическое общество в отдельно взятом английском городе. А потом в еще одном и еще многих городах. Сегодня речь пойдет о так называемой концепции города-сада, Garden City. В 1898 году вышла утопическая новелла Эдварда Беллами «Взгляд назад» и сразу стала одной из самых популярных книг своего времени. Помимо прочего, в книге описывается концепт города-сада, чем и вдохновился английский философ и социолог-утопист Эбенизер Говард. Эбенизер! И, ребята, я вам предлагаю сегодня перенестись вместе с нами в один из первых. Да что надо в один? В самый первый город-сад Уэлвин, Garden City. И давайте расспросим самого мистера Эбенай Эбенизера. Сука. Эбенизера. Повода того, зачем и почему он все это сделал. Конец 19 века. Промышленная революция. Но к чему это нас все привело? Чадящие заводы, угольные печи, смог, грязь. Разве так надо обнажить современному человеку? Смотрите, я все рассчитал. Как сказано в 21 веке, доверься мне, я же инженер. Правда, я философ и... Но это не так важно. Мы построим идеальный город, в котором будет жить 32 тысяч человек. Почему именно 32? Ну, потому что больше мне кажется некомфортным. И я не люблю круглые числа. Все жители города будут жить и работать непосредственно в нем. Это позволит невероятно улучшить качество жизни. Людям не придется тратить время на дорогу до фабрики, которая находится на другом конце города. И позволит сэкономить время, которое можно потратить на прогулки по прекрасным садам и паркам. Город будет идеальной формы, формы круга, площадью 2,4 гектара. В центре будет находиться центральная площадь, в которой будут сходиться 6 радиальных бульваров. Каждой шириной 37 метров. Жители города будут заинтересованы в процветании и в разрастании города. Ведь город будет принадлежать им. Да-да, вы не наслышались. Им никаких лендлордов. Каждый будет владельцем города. Как тебе такое, дедушка Ленин? Ну и что я все о себе да о себе. Давайте перенесемся в город Лэчворф и поговорим с мистером Бобом, который переехал из чадящего трубами и угольными печами Бирмингема в город мечты. Здравствуйте, друзья. Меня зовут мистер Боб. И я простой работяга из Бирмингема, который переехал в город-сад, который называется Лэчворф. Как вы, профессор, так все классно задумали, что и город круглый, и зеленый, и разбит на сектора. Тут тебе жилые районы, а тут тебе заводы. Но только что за цифра-то такая 32 тысячи человек. Вот я, мне кажется, могу смотреть в будущее. И я представляю, что где-нибудь к 20-м годам 21-го века в нашей любимой столице, как говорит любой русский, который изучал английский язык, Лондон is the capital of Great Britain. Ну так вот, там будет жить, ну, наверное, миллионов 15 человек. Ну или, если следовать вашей логике, 470 городов-садов. Как вы и сказали, профессор, в Бирмингеме я работал на шахтах. Или вы сказали, что я работал трубочистом. Ну, допустим, я работал и там, и там. Загрязненный Бирмингем, кем там еще можно было работать? А тут в городе я сразу же попал в долги. Потому что тут нет ни шахт, ни трубы некому чистить, кроме той женщине, которая сдает мне комнату. Есть такое слово, которое описывает самодостаточность, ну, либо города, либо дома. Оно называется sustainable. И это слово означает то, что этому дому, которое относится к этому слову, или городу, не нужна поддержка извне. Он самодостаточен. То есть почти такой же, как ваш прикольный город-сад. Вообще, зачем я сказал про слово sustainable? Я просто хотел похвастаться, потому что все думают, что мы шахтеры-дебилы. Цены на жилье в этом городе достаточно недобрые. Хотя много зелени, что, конечно же, является минусом. Потому что можно было бы побольше заводов впихнуть. Но зато, когда идешь на свидание вслепую, то высок шанс, что ты встретишь девушку, с которой уже встречался. Вы думаете, из-за этого вам мало дают? Да нет, выбор-то у девушек тоже небольшой. Они же тоже приходят встретиться с тем же самым мужиком. Вообще, мне тут, в принципе, нравится. Он такой зеленый, симпатичный. И мне кажется, у нас даже получится сделать так, что в будущем город не будет расширяться, а будет, как вы и задумывали, около 30 тысяч человек. Я говорю, понял, и все пошло гладко у мистера ебан... Ебан. Я не могу это слово произнести. Инвесторы не дали ему построить город такой, геометрической формы, какой он хотел. Они наняли своих архитекторов, которые спланировали город более понятный для проживания обычных людей. Ввиду того, что город строился с нуля, это привело к удорожанию всего процесса. И в итоге обычные рабочие, для которых этот город и строился, не смогли позволить себе в нем жить. В итоге город заселил верхний сегмент среднего класса. Но, несмотря ни на что, через 10 лет после основания город начал приносить дивиденды своим инвесторам. И это дало толчок к развитию городов-садов по всему миру. На данный момент в мире насчитывается около 80 городов-садов. Для наших подписчиков и зрителей я хочу выделить, наверное, два. Межапарк в Латвии и Зеленоград в России. Ну и, разумеется, английские Велвин и Уильч... 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 Вачу... Короче, там, где мы сегодня были. В Англии, помимо этого, еще есть довольно-таки много городов-садов. Сколько раз я уже сказал слово «города-сада». Много, наверное. Вы там посчитайте и напишите об этом в комментариях. А ссылочку на список всех городов-садов вы найдете внизу в комментариях. Города-сады. Мне сказали, что правильно говорить «города-сады», но... В наше время города-сады продолжают строиться и развиваться. Но, разумеется, никакой утопии тут уже и не пахнет. Мы поняли, что мегаполисы рулят. Но, по-моему, город-сад – это просто отличный способ жить в более зеленом, так сказать, окружении. И ездить на работу в тот же мегаполис, который будет находиться в часе езды на поезде. Концепция города-сада подвергается критике по трем направлениям. Экономическая несостоятельность, вред природе и неудобство проживания. С первым трудно не согласиться. Согласитесь, где вы видели город на 32 тысячи жителей, который самодостаточен от начала и до конца. И где люди вообще не могут не выходить из него никогда. Это звучит немножко странно. А вот как города-сады носят вред природе, мне не до конца понятно. Видимо, это относится к тому, что их надо строить в чистом поле, а англичане очень беспокоятся за сохранность своих чистых полей. И третий пункт – это неудобство проживания. Даже из рекламного видео начала века показано, как люди ездят на работу на велосипеде. Но сейчас, когда можно купить и моноколесо, и велосипед, и трицикл, и хрен пойми еще что, и доску на электродвигателе, проехаться до работы по парку – это же один кайф. Или даже пробежаться, что и так популярно по всему миру. Поэтому это тоже спорный пункт. Ну и напоследок я приглашу Кирилла в кадр, и мы выскажем наше мнение по поводу городов-садов. Кирилл живет в Норхэмптоне, до этого жил в Бирмингем. Мы оба жили в Брэдфорде, а я живу в Лондоне. И это довольно-таки разные города. Что их объединяет? Они все сильно отличаются от городов-сады. Если сравнивать с Лондоном, то места больше. В Лондоне, конечно, деревьев много, но на самом деле далеко не так много, как здесь. Ну и тут ощущается, так сказать, широта. Город больше напоминает какой-нибудь российский, потому что это спланированный город. Лондон, он такой весь хаотичный, весь переплетенный маленькими улочками. А тут чувствуется простор, в отличие от Лондона. Ну да, вот эти длинные-длинные широкие дороги, это очень интересно. Хотя это вроде как забавно для города с таким небольшим количеством жителей. Зачем ему столько цветов, столько всего, и там люди лежат, вокруг них никого. Ну то есть, не, это выглядит все очень интересно. И выглядит по-другому, не так, как города, в которых я жил. Скорее, да, как ты и сказал, это похоже не на английский город. По крайней мере, не на классические города, а именно на какие-то, вот, наверное, российские какие-нибудь города, где очень много каких-то парков там понатыкано и всяких таких вещей. Они вроде придерживались своего плана, у них, похоже, плюс-минус получилось. Как они и хотели, ты в районе 32 тысяч жителей, так сейчас тут 34 что-то. То есть, я бы сказал, что это попадание, у них удалось. Я тут почувствовал запах цветов. Зелено в Лондоне, но не настолько зелено, чтобы ты вот, проходя просто по улице, растения пахнут. Я бы подумал, что это такие города, они больше для стареющего населения, да, для пенсионеров, которые уже, так сказать, на излете, им, типа, отдыхать нужно, больше гулять по паркам и по всяким этим лужайкам. Ну, я смотрю, в принципе, молодежи тут много, так что, видимо, это только в моей голове работает. Ну, возможно, тусить тут не так весело, как в Лондоне, но я уже, мне, я бы тут жил, мне тут понравилось. Но цены на жилье практически как лондонские, а до Лондона в данный момент нам километров 30. Ехать сюда, чтобы сэкономить на, на жилье, потому что ты не можешь позволить себе жилье в Лондоне, но это такое себе, потому что разница в ценах будет не, 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 не настолько критичная, а на дорогу из Лондона в Лондон ты потратишь явно больше, то есть я не знаю. Дофига. Мы, на самом деле, вроде не видели вот этих секторов, про которые я читал, про эти города-сады, что в одном секторе люди работают, в другом живут, в третьем еще что-то, просто центр все равно весь как шоппинг-центр выглядит. Не, ну, как было сказано, архитекторы решили не строить круглый город, как хотел ебанайзер. Они, наверное, так это и сказали. Мы не будем строить круглый город, ебанайзер! Вот, давайте тогда на этой веселой ноте и закончим. Не будьте ебанайзерами и... Планируйте нормальную игру. Да, подписывайтесь на нас, мы вам расскажем еще чем-нибудь интересное про Англию, это записки иммигранта. В. В. Все. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok